Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас обалденный стол. Потрясающая просто пицца у нас получилась. И паста с креветками, и еще с индейкой. Впервые буду пробовать. Как это вкусно! Если вы тоже кушаете, то вам тоже приятного аппетита. Я вообще люблю пасту. Взяла вот такой небольшой сок. С персиком перепутала. Обычно с персиком я не покупаю. Покупаю что-то такое нейтральное. Например, мультифрукт или что-то наподобие. И вот такая вот пицца. Ничего я не заказывала. Все, мы готовили сами с мамой. Вы меня часто просите в комментариях, что я говорю, давай разнообразие. Давай что-то новое. Все у тебя одинаковое и так далее. И я нашла для себя находку. Футру и пицца. И вот эта паста приготовлена именно оттуда. Там очень удобный интерфейс. Все безумно подробно. С фотографиями, с подробным описанием. А самое главное, там все блюда разделены на категории. Например, завтрак, обед и ужин. Если вы ломаете голову, например, что приготовить на завтрак, сразу заходите в этот раздел. И выбирайте уже из блюд, которые указаны там. Я скачала себе на телефон. Их приложение мне очень удобно. И вот пицца тоже приготовлена именно по рецепту оттуда. Получилось невероятно крутое тесто. Мы уже не первый раз готовим оттуда. И самое главное, самое удобное. Для моей мамы. В частности. У меня мама, когда готовит, всегда готовит дофига. Хотя мы всего вдвоем. Я маме говорю, зачем столько? Оно остается на завтра, на послезавтра. На Футру есть калькулятор порции. И сразу же вам выходит список ингредиентов. Если чего-то у вас нету, вы можете заказать продукты на дом. И приготовить. Очень вкусно. Здесь по рецепту были лангустины. Но я просто взяла крупные креветки. Не нашла. Ну а так там очень много рецептов. Всяких лайфхаков. Секретиков от лучших шеф-поваров. Это приложение доступно как и на App Store. Так и на Google Play. И вот, пожалуйста, пицца. По этому рецепту получилось лучше, чем в пиццерии. Лучше, чем когда-либо мы готовили. Прямо даже корочки нету. Вкусно-тища. Я вам оставила ссылочку. Обязательно переходите. Скачайте себя на телефон. И просто не заморачивайтесь, что приготовить. Я теперь именно так буду делать. Буду брать рецепт оттуда. И готовить. Там от самых простых до самых сложных, изысканных. Маме тоже на телефон скачала. Потому что калькулятор порции. Это прям маме необходимо. Вообще, я со школьной столовой обожаю пиццу. Всегда любила. Ну, раньше не получалось ее хорошо приготовить. А сейчас вот нашла идеальный рецепт. Вчера лазила в ТикТоке и чисто просто случайно наткнулась на свое видео, которое кто-то выложил. Мой мукбанг кто-то выложил к себе в ТикТок. Там, оказывается, много видео. И одно видео прям взорвало. Я просто решила зайти почитать комментарии. Я почему-то была уверена, что будет куча негатива. Потому что аудитория не моя. У меня, например, под видео, когда хорошие комментарии, это, конечно, приятно. Но здесь моя аудитория. А там люди, которые видят меня впервые. Я почитала комментарии, не нашла ни одного негативного. Ну, там были плюс-минус чуть-чуть такие, да? Типа обжоры и все дела. Настолько было хороших комментариев. Мне стало так приятно. Мне кажется, блогер со своей аудиторией это плюс-минус как семья. Я могу в какой-то момент своей жизни на каком-то мукбанке вас раздражать. Например, вы написали что-то негативное мне. Проходит время, например, злость ко мне проходит. И уже опять хорошие отношения. То же самое и в семье. Например, с братом ты можешь поругаться, сегодня он тебя раздражает, бесит. Завтра вы помирились. Плюс я который раз убеждаюсь, что мне люди, например, в комментариях что-то пишут. Со временем я прихожу к этому. Это касается многих аспектов. Я не говорю, что если мне сумасшедшие люди там пишут, что ты дура, к этому надо прислушиваться. Я говорю о конструктивной критике, когда много людей пишут плюс-минус одно и то же. Я раньше не обращала внимания на это. Но в последнее время я понимаю, что люди были правы. Какие-то вещи они видели больше, чем вижу я. Поэтому я себе дала слово, что теперь я буду прислушиваться ко всем комментариям. Ну как по всем. И к оскорблениям, конечно. Мне, например, писали раньше в комментариях, что ты ужасно оформляешь брови, почему они у тебя разные и так далее. Сейчас я смотрю свои старые видео и реально они были правы, люди. То есть критикам это не всегда плохо. Это наоборот в какой-то части нас направляет. Поэтому пишите. Не буду вдаваться в подробности, но многие вещи, которые, например, я читала в комментариях, проходит, например, год. Я понимаю, что правильно. Мне в комментариях писали, что Айка, имей свое мнение. Ну и что ж, например, маме не нравится то, что ты покупаешь много одежды и так далее. Не обращай внимания. Заказывай то, что тебе нравится. Я научилась отстаивать свою позицию. Кстати, насчет комментариев. Прикиньте, чем? Помните, я вам рассказывала историю, что у меня есть квартира? Там кто не видел, сейчас повторю. Вкратце расскажу. Я нашла квартиросъемщиков. Они мне сказали, что они хотят квартиру с кондиционером. Я сказала, окей, я куплю кондиционер, но тогда квартплата поднимется. Они так неоднозначно. Типа ни да, ни нет. Потом я сказала, что если вам не нужно, я буду искать других людей. Они сказали, нет, мы там посвящались с мужем и поняли, что все-таки мы будем снимать эту квартиру. Проходит три дня. Все ближе к дню Х, к дню переезда. Мне надо было кое-что уточнить у них. И они не берут трубки. Три дня подряд они не берут трубки. Я не знаю, теперь на них рассчитывать или нет. Я даже ее мужу позвонила. Нашла номер. Когда они мне первый раз звонили, звонил муж. Потом уже со мной общалась жена. Ну, в общем, не понимаю таких несерьезных людей. Несерьезные даже, знаете, в том плане, что, наверное, они ищут и другие варианты. Думают, если не найдут, уже снимут мою квартиру. Вот. И никакого задатка они мне не давали. И теперь вот в таком состоянии я перевыложила объявление. Не спорю, конечно, может что-то случилось, не дай бог, конечно. Но я посмотрела, у нее жена была в онлайне вчера вечером. Следовательно, она брала телефон в руки и видела мой звонок, но не перезвонила мне. Какие-то безответственные люди на самом деле. Индейка безумно вкусна. Так вот, я выложила новое видео. Ой. Я выложила свою квартиру на сайт. Ну, сейчас я покушаю, пойду показывать квартиру другим людям. В объявлении написано, что кондиционера нет. Устраивает, пожалуйста, не устраивает, ищите вариант с кондиционером. Некоторые пишут, ты обязана поставить им кондиционер. Да ничего, я никому не обязана. У нас половина квартир в Азербайджане сдаются абсолютно пустыми, без мебели. У меня брат купил квартиру буквально год назад. И там жили квартиросъемщики. И, в общем, когда мы смотрели квартиру, мы думаем, а, и кондиционер есть, и то, и другое, и третье, и десятое. А потом квартиросъемщики сказали, что это все наше. Мы когда уедем, это все заберем. И телевизор, и стиралка, все-все. Пустые квартиры стоят, как правило, дешевле, чем уже с мебелью. Все зависит от мебели, все зависит от месторасположения и так далее. То есть, ты берешь пустую квартиру, можешь сам все закупить и платить поменьше за квартплату. Если ты берешь квартиру со всеми удобствами, то она стоит дороже. Дополнительные удобства, дополнительные деньги. То, что некоторые пишут, ты обязана поставить этот кондиционер. Они же будут платить за свет. У меня есть цена, у меня есть предложение. Моя квартира по такой-то цене. Человек, когда листает, видит, что в этой квартире нет кондиционера. Его не устраивает. Он листает дальше. Ищет себе. Такой вариант, который устраивает полностью меня. Можно подумать, все сдают квартиры с кондиционерами. тем более, я сдаю недорого. Сравнительно. То есть, вот в комментариях я немножко не согласна с вами. что значит нельзя сдавать квартиру без кондиционера. Просто каждая квартира имеет свою цену. То ли они передумали, но если передумали, опять же, можно позвонить, сказать, извините, мы передумали, мы нашли другой вариант, мы еще ищем, мы еще не знаем. Просто игнорируйте, как-то это, мне кажется, некрасиво немножко. Поэтому я сегодня вот сейчас иду показывать свою квартиру. Надеюсь, что у меня все получится. На этом все, мои хорошие. Ссылку я вам обязательно на футуру оставлю. Переходите, скачивайте. Уверена, что вы останетесь довольны. Субтитры создавал DimaTorzok.